полина наш следующий спикер напиши пожалуйста в общий чат готова ли ты отлично вижу что готова и так в рамках дизайна интенсива 120 перед вами выступает эксперт ваша коллега дизайнер из москвы владелица собственной студии с большим большим опытом работы полина чапланова встречайте полину пишите свои плюсики вопросы поддержите ее полина уступает тебе место и хорошего друзья всем привет я надеюсь меня видно и слышно хорошо поставьте пожалуйста плюс если у меня видите и слышите чтобы я не переживала отлично мария спасибо итак друзья здравствуйте у нас сегодня тема какое техническое задание должен выдавать дизайнер подрядчику я тоже немножечко еще представлюсь я более 15 лет создаю жилые и общественные интерьеры на территории россии испании великобритании то есть такая биография обширная у меня 12 лет опыта работы в сегменте премиум-класса я член союза дизайнеров и архитекторов вхожу золотую сотню самых развивающих дизайнеров спикер программ и образовательных и конференций и считаю что моя главная задача сделать так чтобы заказчик был счастлив у себя дома и испытывал те эмоции которые он хочет испытывать и о чем мы сегодня с вами поговорим это что должно быть техзадание для подрядчика как его собрать и что дальше после того как мы его отдали что с ними делать да и начнем немножечко с шутки что наверняка вы очень много раз слышали и вчера слышали что без внятного тезе у нас результат ну можно так сказать неизвестно какой а еще часто слышали что из-за непонятно какого чего я делаю тех задания очень много разных шуток на эту тему входит но как мы знаем что в каждой шутке есть только доля шутки и если мы хотим сделать так так как мы придумали чтобы это понял подрядчик то мы должны максимально подробно ему объяснить показать рассказать чтобы было так как мы хотим да и давайте поговорим о том что должно быть техзадание для подрядчика это картинка как выглядит либо это визуализация либо это коллаж либо это какие-то маленькие элементы из разные подборки в общем все что мы можем найти и объяснить подрядчику показать как мы хотим мы используем я сейчас расскажу это так потом покажу на собрала много примеров чтобы было понятно потому что рассказ это одно а примеры конечно лучше всего потом чертеж с размерами да чтоб подрядчик во первых посчитал стоимость и понимал какие размеры у него есть понятно что конечно потом подрядчик поедет на стройку и сам все замерят и обязательно конечно нужно это прописать и указать что все замеры делаются по факту на самом деле подрядчиков очень много и про всех я сегодня рассказывать не буду я затрону тему столярки и немножко мрамора но если будет кому-то какие то еще интересные я проговорю прям словами тогда потому что на самом деле объем тогда получился бы большой и мы бы просто в час бы не уместились но мне кажется по моему опыту что самое сложное по крайней мере лично для меня это со столяркой ну не то что сложно это просто такой большой объем обычно чаще всего большой объем столярки идет если мы не говорим о предметах которые идут ну конкретные предметы да то есть мы будем говорить о спецзаказе о тех изделиях которые у которого нет артикула понятно да чертеж значит размерами нам нужно описание обязательно из какого материала мы хотя бы подразумеваем понятно что если мы или заказчика дает бывает что да мы общаемся с подрядчиками бывает так что заказчик общается с подрядчиком ситуации разные и бывает что несколько подрядчиков обсчитывают да когда это какая-то тендерная вещь происходит но какой материал все-таки мы предполагаем надо указать возможно этого подрядчика какого-то материала не будет и тогда он что-то какую-то альтернативу предложит но хотя бы должен предполагать что он должен понимать какой материал предполагаем мы описание какого цвета это должно быть то есть либо мы пишем по образцу и свет цвет выдаем потом либо уже сразу какой-то цвет мы выдаем и технические особенностей какие у нас есть вот все что мы хотим подсветку тип открывания вот все что максимально вообще чем детальней и чем больше мы дадим информации тем больше вероятность того что подрядчик сделает так как мы хотим и посчитает это стоимость чтобы заказчика потом не было сюрпризом почему у него смета увеличилась в два раза потому что дизайнер не указал что там оказывается еще подсветка есть и тип открывание это там не такой простой а более сложный вот чтобы таких сюрпризов не было максимально указываем что есть я вам покажу несколько примеров на самом деле каждый дизайнер тех заданий делает по-своему примеров может быть очень много как удобнее можно попробовать так сделать потом понять что как-то что-то так сделать какое-то другое тех задание то есть это всегда такой живой процесс как его лучше сделать вот это один из примеров моего технического задания но в этом случае кухня дальше там будут примеры шкафов там кухонь в шкафов и и еще чего-то уже не помню сейчас посмотрим и тут техническом задании было указано что это коллажи то есть визуализация чтобы столярщик видел какая визуализация кухни потом коллаж то есть максимально вообще все все информация какое было по кухне здесь на одном листе она была предоставлена это размеры план и описание то есть какое оборудование должно быть вот посудочная машина стиральная машина микроволновка то есть все что мы здесь предполагаем мы сюда пишем и описание это что материалы мдф корпус мдф белый матовый фасад белый полуматовый натуральный дуг какая фурнитура и образцы согласовать с дизайнером то есть если мы осуществляем авторский надзор мы согласовываем да да александр там вытяжка сейчас порисовать вам не смогу но она в общем не переживайте она там есть кухня уже стоит да вытяжка там фактически да там труба идет она спрятана шкаф да вот примечаю и примечание что до привязки выводов и розеток там-то там-то находится согласовать и размеры обязательные размеры по факту это один пример из того как она может быть там да на одном листе и как какие еще могут быть варианты да как его собрать вот я например обычно делаю папку по каждому объекту называю ее для подрядчиков и там прям пишу все тех задания по по подрядчикам если это витражи то витражи туда собираю если гипс туда ковролин туда и вот по всем все подрядчики которые есть и которые мне нужно посчитать и в скетчапе и в 3д максе в данный момент да я александру отвечаю в скетчапе работаете да там тот пример был в скетчапе и визуализация тоже но пар по-разному бывает и нет скетчапа там 3д макс и то и то вот так первый вариант это когда просто здесь пример на столярке то есть писали что где какая столярка находится там холл такая шкаф такой-то покраска такой-то так такой то есть здесь про несколько вам вариантов рассказываю что может быть просто если столярка общий список это файл там ворта где все и потом накидываются картинки картинка чертеж картинка чертеж какое-то описание то есть можно на одном листе а можно там по папкам на самом деле я практикую и все и те варианты тут и я до сих пор пока еще не знаю как лучше на самом деле первый который вам показывал лист он больше времени занимает когда просто накидываешь файлы и они все подписаны в каждой папке тоже работает причем не могу сказать что вот кто-то как-то быстрее понимают они в общем оба два рабочие и еще вариант когда в общий альбом прям в pdf собираются это где у меня написано второй вариант собираются все на примере опять же столярки собираются все столярные изделия и вот скетчапе и в скетчапе накиданы все ну так сказать 3d шки пререндеры с размерами и описание где что из какого материала и так далее то есть прям альбомом целом такой вариант тоже рабочий это на примере детской кухни как выдавалось тезе для подрядчика то есть слева как здесь в этом проекте не было визуализации был просто коллаж тогда заказчику накидывались просто идеи которые утвердил заказчик по коллажу то есть сам концептуально детскую кухню в этом случае и какие-то кусочки что вот мне нужно открывание вот показано так потом бита вагонки такой то есть просто на примерах было показано что я хочу подписано из какого материала что где и чертеж то есть да то есть была маленькая кухня это то что я вдохновилась идеей а мне нужно было немножко другая концепция и она должна была быть больше и задачами должно было больше и чертеж был отправлен слева это то что прислал уже подрядчик свой чертеж то есть он переработал мою информацию были утверждены образцы то есть выдавался ему несколько вот было написано тип сейчас вернусь простите тип 1 тип 2 тип 3 это тип покраски потом этот каждый тип выбирался по уралу отдельный подписывался такой голубой урал такой такой-то тип такой-то потом согласовывался образец то есть он сделал одну маленькую дверцу этот образец был согласован согласованы чертежи что они меня устраивают по размеру все верно и тогда уже с моей подписью было отправлено в производство и справа вы видите уже готовый результат как это получилось кухня стоит ребенок счастлив то есть получается что после того как мы выдали тех заданий если же опять мы говорим о том что дизайнер все работают конечно по разному но если мы говорим про авторский надзор и мы взаимодействуем с подрядчиком мы ему выдали тех задания все хорошо какие то если вопросу он задал не задал потом он отправил нам чертеж мы его согласовали или не согласовали вносим правки по необходимости согласовываем образец опять чертеж и ждем собственно наше творение на объекте вот как это иногда бывает когда очень долго ты с подрядчиком то есть вроде ты ему все выдал и все все написал но что-то пошло не так и тогда как обычно я распечатываю прям то есть мне присылается допустим столярка я это распечатываю на листочке и все правлю сканирую и отправляю обратно то есть был весь момент такой что много вот в этом примере было правок и после того как столярщик все эти правки устранил показал образец тогда уже отдаем производство с подписью и вообще еще хорошо если мы образец согласовываем то его тоже под если вот затрону немножко штукатурку такой опыт что хорошо если это декоративная штукатурка мы прям подписываем образец который мы согласовали и желательно чтобы у нас было два образца один мы оставляем себе то есть если про столярку мы говорим не всегда столярщик оставляет нам образец потому что ему вообще-то но он по нему делает текст отбирает если это декоративная штукатурка у него есть возможность сделать несколько образцов и лучше бы оставить до себе чтобы потом не потерялся и сравнивать да то есть обязательно фотографируем или образцы ну фотографируем образцы со своей подписью чтобы точно да можно делать распил да александр совершенно верно да можно делать распил да чтобы не было так что столярщик потом указал какой-то не свой образец ну это мы говорим такие конечно совсем крайний случай когда там что-то может пройти не так но если есть возможность если прям два образца лучше в общем себе иметь тоже образец или да распилить чтобы сравнивать и проблем не было главное его подписать либо если там мы либо либо заказчик ну смотря какая ситуация еще один пример показываю больше примеров потому что мне кажется лучше увидеть чем говорить на словах стойка ресепшн тоже чертеж где что какой мрамор какие размеры как должно что быть то есть максимально подробно указываем все убираем образцы и вот в этом в этом примере было так что чертеж отдали образцы выбрали и никаких правок вообще не было стойку сделали сразу с первого раза я на самом деле даже боялась знаете иногда бывает так что когда столя когда подрядчик вообще никаких вопросов не задает это иногда тоже настораживает потому что ты думаешь вообще он бы так понял и не так понял такой всегда волнительный процесс когда ты отдал и вот тебе надо на объект приехать и вот сейчас ты вот увидишь фактически то что ты придумал но здесь было все супер то есть приехали она прям была такая какая должна быть вопросов ни у кого не возникло и это здорово понятно что все подрядчики бывают разные кто-то очень хорошо все понимает кто-то какие то бывают проблемы стойках надо смотреть модель мониторах и платежный терминал это да в том случае все какие мониторы были уже все известно было какой монитор там платежного терминала не было но мониторы уже были конкретные это один из примеров тут заказчица не брала неполную рабочую документацию без разверток это конечно сложнее в плане того что у нее очень получилось много столярки то есть то чего купить нельзя по ее индивидуальным размерам обычно столярку я указываю на развертках в том числе то есть на развертках либо ну там на развертках плюс допустим скетчап скетчап как какая-то 3дшка ну не 3дшка а вот при превью вот но в этом случае вообще никаких разверток не было а выдавать рабочую документацию как-то нужно было и понятно что столяр соно она будет где-то заказывать и тогда будут опять же ко мне вопросы как это выглядит где какие размеры поэтому здесь был вот такой вот план то есть просто по каждой зоне программе сделана такая 3дшка превью где были указаны все размеры сейчас поближе вам покажу сколько кусочек вот что это шкафы с антресолями под покраску под стекло подсветка открывание такое то есть максимально что возможно было указано то есть еще раз проговорю что это было без разверток с размерами только с планом и с какими-то необходимыми то есть не со всеми размерами я давала только размеры необходимые и заказчица сама общалась с подрядчиком и все это с ним согласовывала то есть вообще без меня единственное что она мне отправила в конце фотографию на что я сказала да окей то есть у нас авторского надзора не было поэтому только вот иногда мы обменивались ну то есть она мне прислала иногда фотографии я могла что-то не сказать так или не так то есть вот такой вариант тоже есть когда у нас нет авторского надзора и мы вообще не взаимодействуем с подрядчиками я не знаю что это за подрядчики где она их нашла то есть моя задача была только сделать максимально так чтобы ко мне было минимальное количество вопросов чтобы подрядчик смог это сделать ну и выдать цвет мы такое мы такое не образмериваем только габаритные размеры так как проект должен делать так как проект должны делать мебельчики ну да вот здесь я тоже ничего не образмерила если есть если у нас в проекте чаще всего развертки то там не только габаритные но стараюсь размеры дать плюс еще отправляю чаще в ДВГ то есть я прям сторонник того чтобы вот то что я начертила им отдать то есть если идет авторский надзор и мне с подрядчиком общаться то я ему максимально отдаю все то есть и чертежи ДВГ и он там если какие то я размеры сама не поставила он конечно всегда может все это померить померить да но это тоже один из кусочков где просто были указаны какие то габаритные размеры и все подписано то есть понятно что темное дерево и то здесь такой был момент что образцы даже не согласовывались то есть только просто было указано так как авторского надзора не было соответственно я просто их выбрала ну как я предполагала какой цвет и он был подобран подрядчиком не надо так делать реальные размеры после обмеров могут отличаться мебель может не стать я об этом поэтому все пишу что это проектные размеры и необходимо сделать по факту размеры конечно никто по моим размерам ничего не делает я к тому что я не указываю каждую расстояние ну там только если расстояние от пола какую я только предполагаю и все равно а как вообще никакие размеры не указывать или а что значит мы такое не образмерим александр вы вообще никакие размеры не ставите уточните пожалуйста или все таки вы габариты ну габариты ставите просто начертили на развертке и никакой размер не поставили или как ответьте нам пожалуйста а мы пока дальше будем просто я всегда красным пишу что размеры все проектные и все замеряем по факту ну вот так и нормально все конечно она не попадет если они будут делать по моим размерам естественно вот так про мрамор немножко да тоже затронем тему как с мрамором ну по сути тех задания такое же как у столярщиков вообще получается все тех задания они ну имеют определенную схему да как выглядит размер что это такое образец и согласование опять чертежей все нормально подписали отдали в производство наслаждаемся потом красотой или не красотой ну тут в зависимости от того что мы сделали и как у нас получилось но по сути я расскажу просто свою схему то есть это чертежи сначала делаются с указанием если опять же это ковер не конкретная плитка которая имеет определенный размер а каждый кусочек это индивидуальный то тогда да все чертежи какой он какой он должен быть все размеры да это вот в правом углу у меня кусочек плитки да фрагмент из какого это материала тип мрамор тип такой зелененький тип такой то есть все это указано зеленый тип такой этот тип беженький тип такой и все это по образам и размеры давайте пока почитаю что нам Александр ответил так мебель может не стать габариты ставим только габаритные а высоты полок и толщины на это все мебельчики на это все мебельчики мы можем уже с ними общаться и обсуждать их рисунки и чертежи так как мебельщики могут изменить какие-то моменты из-за технологии ну да я тоже ну не все конечно толщину полок и так далее какие-то только габаритные размеры развертки плитки делаете да это я просто показываю мраморный пол конечно на развертках делаем конечно развертки плитку все как положено все все в размер да это я показываю пример просто мраморного пола как и кусочек кстати вот развертки вот здесь у меня фрагмент есть одной из стены как бордюр должен выглядеть то есть это все сечения мрамора понятно что они мраморщики могут сказать знаете ваше сечение оно ваш профиль он мы такой сделать не можем понятно что это у меня проектный и еще чаще иногда чаще я пишу что это дорабатывается вот кстати к вопросу к Александру я иногда тоже не все же я тоже не мебельщик и я не всегда уверена допустим себе тот же деревянный карниз что то что нарисовала я он прям супер пойдет и у него тот станок который у нее есть может сделать такой такой загиб такой полукруг и так далее то есть я даю только концепцию но с с габаритами то есть если это карниз то пишу там 150 на 50 то есть у него такой габарит он должен быть и прорисовываю профиль то есть если мы говорим опять же к столярке вернемся а потом столярщик либо может сказать да он вообще нормальный красивый и все супер или можно сказать нет мы его немножко тут доработали знаете вот такой полукруг который вы тут начертили мы такой сделать не можем у нас станок такая станка ну станок не может сделать так не получится и тогда он его дорабатывает и я либо его согласовываю либо не согласовываю так же и с мрамором да профиль показываю профиль плинтуса который я хочу но если мне скажут что нет тут ваш будет обычно такие профили они из нескольких подклеек делают то есть они не всегда естественно могут вырезать профиль мраморный такой у них он из нескольких кусочков стоит потом они его просто клеят и опять же мраморщики также могут сказать что нет мы немножечко его переделаем окей если его общая концепция не нарушается то да так развертки плитки точно надо начало укладки или в салоне плитки делать швы разные 1-4 миллиметра так я обычно всегда показываю раскладку плитки на стене и указываю показывать прочерчиваю там швы пишу 2 миллиметра ну предположим как пример и указываю его что у меня шов здесь 2 миллиметра то есть я это пишу что обязательно со швом в салоне плитки и у меня такого опыта нет в салоне плитки за меня никто не делает все на развертках указывается и еще затирка у нас есть но обычно затирку я пишу что выбор по факту если уже знаю какая точно будет затиркой и я ее уже там выбирала где-то и знаю что она точно подходит тогда я пишу и сразу и в рабочей документации и какая затирка и какой цвет но это в ведомости отделки то есть на самом чертеже пишу тип 1 а в ведомости уже пишу тип 1 и какой-то конкретный артикул это что касается плитки к мрамору опять возвращаемся что подаю вот такого чертеж с указанием 7 размеров какой профиль это для того чтобы мраморщики посчитали сколько у них получится по деньгам потому что они сразу оно спросит а какой у вас здесь профиль какой у вас плинтус предполагается они все равно это будут все спрашивать потому что это влияет на цену тоже потом все это вношу в ведомость отделки где указываю что бордюр такой-то метр погоны его метр погоны столько-то и так далее и какой это мрамор потом или до этого съездила посмотрела слэбы выбрала какие конкретные слэбы и потом их указала отдаем чертежи мраморщикам они это все перерабатывают если есть какие-то вопросы перерабатывают если все супер отправляют свои чертежи мы их согласовываем и получается потом красота на объекте так еще внешние углы Юлия про какие внешние углы можете уточнить про плитку так про опять же про мрамор это просто один из примеров тоже пола то есть слева это мои чертежи которые я выдавала мраморщикам да с указанием как как что естественно потом мраморщики сами выезжали на объект замеряли эту площадь помещения и естественно размеры у них потом могут поплыть но общей концепции все равно не меняется поэтому слева ну да конечно да потом справа наверху это то что мраморщики мне прислали когда посмотрели мои чертежи переработали мое дело было посмотреть все ли правильно поняли все ли нормально получается отдать производство производство это да это гранит спасибо да Александр ну да в этом случае был гранит да он такой зеленоватый красивый получился очень эффектно смотрится в жизни вот вот и получился уже пол какой был задуман и все получилось хорошо в общем как то я так вам быстро все это рассказала и вывод у нас какой что нет техзадания получится что но может и ничего и не получится поэтому техзадание это очень важно и от грамотного техзадания будет зависеть результат очень четко да нужно прописывать какие материалы что мы хотим если мы говорим про зеркала мы указываем какой мы хотим фацет то есть есть у нас там фацет там пишем там сантиметр два ну какой в общем зависит от того что мы хотим указываем толщину зеркала потому что иногда бывает так что зеркало одной толщины когда ничего на нем нет а если там предполагается на нем бра то толщина зеркала должна быть уже другая потому что если при тонком зеркале на объекте работу принимает заказчик или вы вы имеете ввиду качество как подрядчика но вообще это заказчик принимает я только говорю да это подходит да это так могу какие-то рекомендации сделать в моем случае это так да потому что это есть разные системы это про опять же про авторский надзор и комплектацию это если все полностью комплектуют студия полностью и заказчик оплачивает всю сумму а дизайнеру тогда качество проверяет дизайнер если он выступает как заказчик для подрядчика если заказчик платит а мы только авторский надзор ведем тогда принимаем заказчик пожалуйста Юль я надеюсь что я правильно поняла ваш вопрос и правильно на него ну ответила как как есть то есть в зависимости от ситуации в моей студии заказчик но конечно я в этом всегда участвую я смотрю вот вот поэтому да про тех задания старайтесь указывать все все что вы думаете максимально подробно чтобы у подрядчика было меньше вопросов и он все понимал кто давно слушает какие мои дизайн интенсивы к ну это везде на самом Collex was в том числе сразу международ заруб rented утверждена на翼 что что мне меньше звонили меньше писали Потому что, ну, такой у меня принцип работы, и с подрядчиками он действует так же. Александр, спасибо вам за внимание, спасибо вам за вопросы. Я надеюсь, что я всё ответила. Если у кого-то ещё есть вопросы, задавайте. Так, если тогда нет вопросов, тогда я буду с вами прощаться. Хорошего вам воскресенья, хорошего вечера. Вот если на что-то ещё не ответила, то можете писать мне. Ну, куда хотите, туда пишите. В Директ отвечаю в Инстаграм быстрее. Можете писать туда, с удовольствием отвечу ещё на какие-то вопросы. Всё, тогда всем спасибо. Всем до свидания. Субтитры подогнали Симон.